здравствуйте уважаемые любители шахмат с вами александр костенюк и в этом видео будем говорить о функционале сайта ches.com и о возможностях которые этот сайт предоставляет своим пользователям если вы еще не видели видео от марии и мирьяновой первые шаги очень рекомендую ознакомиться с этим видео так как мария рассказывает в нем о том как зарегистрироваться на сайт и о самых первых элементарных настройках которые важны для использования сайта ches.com и для игры на этом сайте ну а сегодня в этом видео поговорим о том как играть в шахматы на сайте ches.com ну что поехали для того чтобы сыграть партию на сайте ches.com заходим непосредственно на сайт ches.com нажимаем на главный логотип проверяем что мы на основной странице сайта находимся и здесь есть выбор наводим мышку на меню слева можно нажать сразу играть тогда вы видите такое вот меню здесь можно выбрать какой контроль времени и нажать играть можно выбрать нестандартные условия играть с другом турниры но я обычно начинаю партию шахматы на сайте ches.com наведя мышку на меню играть и затем выбрав очные шахматы тогда я вижу следующую страницу здесь есть несколько вкладочек именно вкладочка играть и вкладочка турниры о том как принимать участие в турнирах записываться в турниры мы поговорим в следующих видео сегодня начинаем партию шахматы что нам для этого надо знать нам надо знать какой контроль мы хотим выбрать на сайте ches.com можно выбрать различные контроли времени здесь выбираете вы от ваших вкусовых пристрастий можно нажать например кнопочку еще и задать на выбор тот контроль в минутах и секундах который вы предпочитаете и который вы хотите сыграть например 3 минуты плюс 5 секунд в данном случае я написала затем вы можете выбрать вид шахмат который вас интересует от классики до авангарда классика шахматы фишера до трех шахов и так далее различные варианты о которых подробно рассказывал владимир добров серии видео шахматные варианты вы можете эту серию видео посмотреть если вам интересно но я обычно выбираю классику и затем можно нажать кнопочку играть что случится в этом случае посмотрим чуть позже в этой строке под кнопкой играть вы как правило видите те турниры которые начинаются в тех клубах на сайте ches.com которые вы записаны опять же о клубах мы поговорим чуть попозже в этой строке ближайший турнир мы видим что какая-то арена по блицу через две минуты начнется 42 участника в этой арене вы можете выбрать функцию играть с другом и написать имя пользователя или своего друга найти в списке можно играть с компьютером опять же об этом в отдельном видео открытые вызовы в случае нажатия на эту строку вы видите вызовы тех людей которые в данную секунду хотят с вами сыграть точнее не с вами а просто сыграть в шахматы и вы можете согласиться на те или иные вызовы тут вы видите время и рейтинг тех людей которые ищут партнера ну и нестандартные условия тоже еще одна возможность нажать и здесь уже более конкретно выбрать вариант шахмат выбрать время выбрать игрока с которым вы хотите сыграть опять же тоже самое можно задать рейтинг на рейтинг или без рейтинга вы хотите играть или и диапазон рейтинга которые вы ищете от относительно вашего рейтинга давайте от слов к делу играть мы выбрали сыграю я партию по минуте чтобы было не скучно вам это видео смотреть выбрала минуту выбрала ведь шахмат классику нажала играть и жду очень быстро дождалась я своего соперника скандинавская защита открывает мой соперник партию скандинавской защитой вы видите что иногда я буду использовать возможность так называемых приму вов о том что это такое и как задавать эти приму вы тоже поговорим подробнее в следующих видео но сейчас играем партия без добавления значит если минута истечет я проиграю конечно этот контроль не может быть рекомендован при изучении шахматной игры при серьезном изучении но так как сейчас мы больше скорее балуемся и просто демонстрируем возможности сайта через точка ком то почему бы не сыграть и по минутке с каким контролем времени играть на сайте ческом как я уже сказала вопрос вкусовых пристрастий и вопрос того что вы хотите этой игрой добиться конь е5 ферзь защищает у меня на g2 как рисовать эти стрелочки на сайте чес.ком тоже поговорим в одном из видео и вообще как я уже сказала оставляйте свои вопросы и комментарии что интересно может быть вы не знаете а хотели бы например скачать свои партии но не знаете как пишите спрашивайте задавайте вопросы и постараемся вместе найти на них ответы вы видите что у меня не стоит авто превращение ферзя поэтому вручную я выбираю превращение пешки это можно исправить и изменить и еще одна тема для нашего видео последующего но я ставлю мат меня поздравляют с победой объявлен мат изменение моего рейтинга плюс 104 пункта я получила за эту партию вот таким вот образом на сайте чес.ком можно сыграть шахматную партию сыграть ее можно в любое время дня и ночи на сайте как правило находится несколько сотен тысяч пользователей поэтому очень легко найти партнера для игры практически с любым контролем так что играйте в шахматы будьте здоровы с вами была александра костенюк